Остановите это, хватит, прошу. Тёмный рыцарь. Почему ты хочешь убить меня? Я не хочу убивать тебя. Что я буду без тебя делать? Снова обворовывать мафию? Нет, нет, нет. Нет, ты. Ты дополняешь меня. Джокер явный психопат. Ведь по сути, он не любит никого, кроме самого себя, и всё, чем он занимается, направлено только на удовлетворение его желаний. Он даже шутливо, хотя на самом деле абсолютно серьёзно, заявляет Бэтмену, ты меня дополняешь. И в этом весь Джокер. Он психопат, но не псих. Есть большая разница между психопатией и психозом. Психоз предполагает отрыв человека от реальности. Такие люди могут слышать голоса, видеть то, чего не видят другие, и верить во что-то незримое и недоступное остальным. Даже при наличии доказательств противоположного. Это называется бредом. Также у больных может наблюдаться беспорядочное мышление. Вот что означает термин «психоз». Психопатия — это совсем другое. Это тенденция просто использовать людей в своей игре. И Джокер даже упоминает это слово, ведь для него это и есть игра. Я подумываю об этом. Нет, мало времени. Тебе придётся сыграть в одну маленькую игру, если хочешь спасти одного из них. Да. В этой сцене Джокер сразу после совершения преступлений. Нет никаких свидетельств того, что он что-то слышит, видит или отрывается от реальности. Он чётко знает, что делает. Сообщает Бэтмену конкретные адреса, где находятся Рэйчел и Харви Дент. Он в доме 250 по 52, а она на авеню X. Он знает, что говорит. Ты позволил умереть пятерым, и ещё десять человек поплатили из-за тебя. Он явно в здравом уме. В момент оценки юридической вменяемости сначала нужно установить психическое заболевание, чтобы сказать, повлияло ли оно на человека в момент совершения преступления. Так вот, в нашем случае оно отсутствует. Но, скажем, в итоге он попадает в суд, где оценивает его вменяемость. Кто-нибудь наверняка скажет, что с ним что-то не так, и всё верно. Но это, опять же, психопатия, которая не является психическим заболеванием, на которое может ссылаться сторона защиты, предполагая невменяемость. Последнее означает, что из-за психического заболевания человек не понимал значения своих действий в момент совершения преступления. Предположим, в Готэм-Сити некий индивид не различает добро и зло. Если бы у него нашли психическое заболевание, повлекшее за собой подобное, он мог бы попасть в психиатрическую больницу, в судебно-медицинское учреждение, где бы прошёл лечение. Но в нашем случае лечить нечего. Где они? Убийство — это всегда выбор. Где они? Кто тебе нужен больше? Твой дружок, окружной прокурор? Или его румяная невеста? Что мы здесь видим? Джокеру действительно нравится издеваться над Бэтменом и причинять боль другим людям. Этим как раз и наслаждается обычно психопат. Не говори, как все, ты не такой. Даже если и хотел бы. Для них ты всего лишь псих. Как и я. Около 20 лет назад вышла несколько противоречивая статья британского врача Уильяма Мартенса «Скрытые страдания психопата». Доктор Мартенс проводил интервью с серийными убийцами, включая Джеффри Даммера и Денниса Нильсона. Он утверждал, что оба этих человека испытывали сложности во взаимодействии с миром. Они ощущали себя отверженными и нелюбимыми. Им было трудно разобраться в себе. Кроме того, у них было непростое детство. Согласно отчету доктора, Джеффри Даммер сказал ему, что в его жизни была точка, когда он порвал все возможные связи с общественными нормами. В этот момент он почувствовал себя в изоляции от мира, что подстегнуло его преступную деятельность. Джеффри Даммер даже старался сохранить жизнь своим жертвам. Он пытался зомбировать их, вводя кислоту в их мозг. Деннис Нильсон сохранял части тела и часами разговаривал с трупами. Даже писал им стихи. Следовательно, психопаты на самом деле могут не понимать, как взаимодействовать с окружением. Эта статья вызвала много споров, так как люди не понимали, каким образом можно испытывать сочувствие к тем, кто совершил такие ужасные преступления, будучи психопатом. Идея заключалась в том, чтобы задуматься, как развивается психопатия. Есть ли признаки в человеке, основываясь на которых, можно предположить ее возникновение. Не обязательно заявлять, что таким людям нужно сочувствовать, но это нужно иметь в виду. Что заставляет человека быть безразличным к другим? Так что я не изверг. Я просто на шаг впереди. Джокер говорит, что он не изверг. Он понимает, кто он есть. Это очень похоже на то, как Даммер и Нильсон объясняли доктору Мартенсу, что они признают, кем были. Мы не можем никому показывать эту сторону, но она отталкивает с нами, никто не будет общаться, хотя у них и так уже не было связи с миром. Таким образом, психопаты могут осознавать, как их воспринимает окружение, но не понимать, как измениться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok